Ну что ж, дорогие друзья, доброго вам времени суток! С вами Евгений, да Александр, да французы, да французы! Это обескураживающе, учитывая то, сколько у нас эко-раундов продали ребята с команды Envias. Но сейчас обо всем этом нужно забыть и пойти выиграть карту TheCash и вывести все это дело на третью карту, на DekuBullStone. Вот это вот сложно будет на самом деле, потому что G2 вообще достаточно сильны на кэше, когда могут, когда могут и когда хотят. Ну или когда просто летит и когда хотят, но не особо получается, не особо могут. Поэтому Envias, ну не в своем состоянии. Хотя Scream уже делает даблкил. Это я говорю про не свое-то состояние. Кенис, правда, отвечает на скрима. Хо-хо! Кенис, еще один птык по Сиксеру. До свидания, господин Сиксер. Ну и три на три. Выход готовится на точку Б. Там только один XMS на девятке в виде Тапикса. Так, пока что не получается забрать его. Ну что ж, поехали смотреть дальше. XMS на девятке дальше будет работать. Тут уже... Нет, все-таки не убивает его базе. XMS выживает. Дальше будет действовать против Кенис, который его ликвидирует. Ситуация 1 на 2 против RPK. У нас Хедди вместе с Аффиксом. Существу не оба пейлят. RPK забирает этот раунд в копилку своей команды. Как же круто действует команда Envias на пистолетных раундах. 3-0 пока что в этом плане. Но 0-1 по картам. Вот это да. RPK. Я прям думал, что после прыжка не получится. Вентруме. То есть, прям совсем но. Но получилось. Вот это да, удивляет. Меня, по крайней мере, сейчас удивило. Потому что... Тролль, ты видел, да? То есть, он спрыгнул, но аккуратненько. Дождался, пока прицел сведется после прыжка. Там где-то 0,650 миллисекунд. И потом начал растаскивать. Потому что инициатива у нас предыдущего раунда переходила из рук в руки. У нас, напоминаю, был Диггл от NBK, который выходил на мидл. Там очень жестко зафейлил. Не забрал противника на белом ящике. Это был скрим, который сделал минус 2, потом отлетел. Потом ответ от Кенниаса. Ну и все закончилось таким вот клачем от RPK танка, конечно же. Который забирает сейчас вот этот самый раунд. Есть уверенность в начале. Но у G2 Apex AK-47 есть 4 пистолета. Также 4 вторых армора. И, возможно, попытка выхода на точку А. Мы посмотрим, да, сплита E-Main и дверь может быть. Кстати говоря, вообще-то очень интересная позиция. Именно номер 9, он же NBK. Номер 9 пока стоит, номер 9 пока ждет. Ребята начинают поджимать E-Main. Последний человек из команды G2 Esports, он же Buddy, будет замыкающим. От NBK много зависит здесь. Вот конкретно здесь действительно много. Потому что, возможно, будут выбегать на E-Main. Возможно, будут какой-то дистракшн создавать. То есть отвлечение внимания. NBK сначала открывает дверь, потом смотрит. Говорит на погрузчике. Я пока никого не вижу. От ХАЕ я вернулся. Значит, все-таки на погрузчике кто-то, видимо, есть. Возможно, полетела с медаль. Ошибся. RPK вышел на каст 47. Apex уже начинает свою работу. Хэппи на погрузчике. Есть минус по KDS. Дальше просто Мунер выйти через смуг. Нет, все-таки пошел обратно. Apex уже три минуса в этом раунде. Соло просто вскрывает эту точку. Уничтожает всех своих соперников. Ну и, соответственно, остается только один. XMS. Скрим уже потерян. NBK прицельно выставил в голову. Ну и это ответы команды G2. У нас продолжается с тобой сценарий и карты до Инферно. То есть G2 проигрывает пистолетный раунд. Сразу же отвечают. Качели. Да, 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 да. Именно все так. Французское дерби. Бьют друг друга багетами просто по лицу вместе с майонезом. XMS. Все-таки Шокса не получается. А я думал, что позиция вообще-то довольно удобная. Смотри. Шокс был сильнее и больнее. Вот это интересно. 1-1. Все же. Тем же самым временем. Ну и теперь надо что-то делать, Энвис, с этим делом. Они ничего не могут, потому что денег нет. Это будет флок от них максимум граната от РПК. Нет, смотри-ка, слушай. Французские закупки арморов. Это риск. Это очень большой риск, учитывая то, что сейчас закупаются контр-террористы. То есть это может привести просто к экономическому краху. И, соответственно, из-за этого они могут очень жестко отпустить своих соперников в атаке. Но, с другой стороны, мы всегда говорим о том, что карта Дакэшена более-менее сбалансирована. Тут как в атаке, так и в защите можно очень жестко камбэчить. И это нам доказывает из раза в раз та или другая команда. И стоп, конечно же, команд. Более слабая команда, им легче играть в защите. Так всегда было и будет. Ну, сейчас вот НВС попытается все-таки реализовать свои пистолеты. Два дегла, П-250 и две ЦЗшки. Выход от G2 на мидл. И это, кстати, классное решение. Потому что, если вы знаете, что против вас будут выходить пистолеты, всегда нужно занимать центральную точку, а потом уже принимать решение, куда выходить дальше. РПК. П-250 пистолет. Здравствуйте. Меня зовут пистолет П-250. РПК. Опять НБК. Неужели примет? Нет, все-таки НБК. РПК снимает. Скрим, правда, отвечает по шаксу. И те самые пистолеты, те самые французские фарсы, которые так вообще мало кто любит. В общем и целом, Кенни также отъезжает от Хэппи Бадди, правда, моментально на размене. Но в меньшинстве с девайсами G2 и Спортс на цементе XMS сейчас находится. Конечно, по имейну уже бегут ребята, оставшиеся в живых. Но Сиксер все-таки против НБК. Два ХП. Просто два ХП. НБК не может убить своего противника. Все, теперь точно убьет. Он же здесь абсолютно без вариантов. Остается лишь один скрим. Он поднимает АК-47. И вот теперь это уже очень рискованно для НБАС. Скрим попытается все-таки потащить тот самый клатч. Победный для себя, конечно же, должен хотя бы один показать. Потому что мы это видели, как скрим действовал у нас на карте Д'Инферно. Там были вопросы. Здесь решил у нас отдель действовать на миде. Выход на хайвей. Бомба поставлена Бадди. Должен заметить оппонента. Есть информация уже. Ну и НБК ни в коем случае нельзя действовать агрессивно. Еще и летит молота у нас под ноги скриму. Ну и тут вопрос. Вот идти или не идти на этот ретейк. И учитывая то, что нет дефузов. Еще и смог прилетел. Нужно уже просто отходить и ставить АК-47. Не надо, потому что они рисковали вот этой покупкой. Вот этим форсированием, собственно. И получилось так, что поплатили за это на самом деле. Дабл килл от Бадди. Дабл килл от НБК. Браво. Это именно выжившие как раз из команды G2 Sports. Второй раунд берут себе в свою копилку. И возможно отправятся немножко поискать скрима. Скриму бы сохранить этот АК-47. Ох, как он пригодится сейчас команде N-VS. Возможно, он и спасет. Возможно, он ответит Апексу, который в одном из предыдущих раундов вышел просто в соло с АК-47 и вскрыл точку А. Здесь же такой герой нужен у команды N-VS. И отдельно остается с АК-47. Понятно, что никому не будет скидывать его, учитывая то, что у него есть первый армор. РПК тоже бронежилет. Пистолет 5250. Также у XMS. Но не только Сиксер ничего не покупает, потому что понимает, насколько важно будет в защите играть с ВП. Да, да, надо сохранить деньги и потратить потом 4750 долларов на дорогую большую зеленую пушенцию. Скрим находится на миде. Это АК-47. Это важно. Посмотрим. Поможет, не поможет, но скриму нельзя быть агрессивным. Он вот постоянно вот такими вещами занимается. И в этот раз, боже мой, 22 хп скрим, пожалуйста, получилось. Нормально все. Кеннис, правда, снимает XMS, но скрим еле-еле кое-как выживает. Можно продолжать. Ой, Хэппи нельзя погибать на точке Б. Нужно выигрывать время. Его все-таки будет пушить соперник. Нет, не получается Бадди позабрать Хэппи. Маг десятка работает. Только сейчас Шокс ликвидировал угрозу от Винсана. Ну и дальше только выход на точку Б посмог. Молотов летит также на девятку. Я знаю, что два игрока, Сиксер и РПК, уже сходят в спину. У Шокса сейчас незавидное положение. Нужно как-то разруливать. Он все-таки уходит обратно в Б-лобби. Сейчас будет встреча против Барпи Кея. Того забирает на второго, не считает. Это крах. Для Шокса он должен погибать. Да, именно так и происходит. Сиксер в итоге снимает его. Ну что ж, НВАС возвращаются в игру, что довольно интересно. И у нас опять качели. Первый пистолетный раунд был взят именно командой НВАС. Потом два подряд с некоторыми выжившими от G2 Esports. И потом НВАС забирает с двумя выжившими опять же раунд номер четыре. Пятый на ваших экранах, дорогие друзья. Первые половины и девайсы у тех и у других. Я даже не знаю, что здесь будет. Ну, как минимум попытка, возможно, выхода на мидл. Хотя большинство игроков команды G2 направляется по направлению как раз-таки Робби Жан, точки А и Кейни. Остается в мэне. Также будет НВК, как всегда, выходить и кошмарить дверь. Он этим делом занимается очень часто, учитывая то, что команда G2, в принципе, любит играть в карту ДК, так же, как и НВАС. Ну и пока без первого контакта. НВК остается в двери. РПК на его именной позиции. Имени Натана Шмидта. Ну и, соответственно, пока что вообще нет информации у защиты. То есть пока они в вакууме находятся. И G2 рано или поздно выйдет на мидл. То есть контроль. Нет, пока что его Сиксер неплохо работает против Шокса. Дальше. Стололи стоять. Тоже вопрос, на самом деле, Кейни. Два легких минуса против Сиксера и Хэппи. И уже размен в пользу атаки. А почему? Потому что играли слишком агрессивно после первого минуса. Да. Не надо было... Не надо было там в чисто поле так выходить. Кейни в итоге не пропустил в этот раз такие вещи. Не упустил и не простил. Скрим от вентиляции работает. Пытается кого-нибудь зачекать на подходах к вентиляции. Но там никого нет. При этом Баззи находится на мусорке и переходит в гараж. В то же самое время. И возможный стак до Аплента. Строго говоря. По-хорошему бы... Да, НБК начинает шить. Или все-таки... Нет, все-таки... Не через вентиляцию. Люркера на вентиляцию бы запустить. Но все-таки на Аплент. Да. Да, тут угадывает команда НВС. Ну что ж, XMS за погрузчиком. Будет работа от него в первую очередь. Баззи отлетает. Есть минус. Пока что атака не работает вообще. Скрим вместе с XMS уже два минуса от них. Еще и РПК подключается. НБК последний. Пал. Встанет своей командой. 3-2. НВС выходит вперед. И здесь, конечно же, вот то самое решение. Выйти. Вообще оставить точку Б. Оставить мидл. Сыграть втроем на точке. Сработало как нельзя лучше. Да уж. И... Товарищ, который как раз не с вентиляцией. Вот отсюда. То есть вот как-то так. Он шел на хайвей. Все равно не помог. Тоже не получилось. Сиксер. Ой, как же ж на него наломился Апекс. До свидания. Господин Апекс. Хорошо от Сиксера. Великолепный опенфраг. Это против пистолетов. Ясно, понятно все. Но... Хотя бы можно было наломиться бы мясом. А теперь мяса гораздо меньше. В этом магазине. Ну, мы-то знаем силу пистолетов. Команды G2 и Спортс. Показали они это уже. На предыдущей карте. Но здесь, конечно, будет очень тяжело. Без каких-либо гранат ворваться. Тут слишком жестко должны ошибиться ребята из команды Envias. Хэппи. Замечают все-таки своих соперников на мейде. Есть размена 2-1. Нет продвижения дальше. Потому что есть работа от РПК. Метисликсером. Там НБК последний. От РПК не уйдешь. 4-2 это двойное уже преимущество очкам для команды Envias. Ну, так вот можно строить свой камбэк. Потихонечку выходить на нормальную экономику в защите. И не давать продохнуть своим соперникам. Теперь G2 как-то некомфортно и неуютно. Скромничают. Неуверенно в себе. Что-то вот какие-то такие моменты наблюдаются на данный момент. Может быть чуть-чуть попозже. Через пару раундов. Будет поувереннее. Но пока, пока как-то туда-сюда. Envias как раз играют на этой медлительности. И могут занимать, успевают точнее, занимать правильные позиции для того, чтобы отвечать. РПК. Ох ты в поджиме. Ну, НБК здесь снимает двоих. Хорошо. Агрессия эта могла бы уменьшаться успехом. На самом деле. Но НБК был лучше. Ой, Сиксер на размене все-таки сыграл. НБК пошел вперед. Ну, здесь в принципе он заметил вражеского снайпера. И эта попытка выхода могла уменьшаться успехами. Тогда НБК вообще был бы герой. Он и так герой на самом деле. Потому что перекрыл вот эту самую агрессию своих соперников. Апекс забирает Сиксера. И это неплохой выпад от него через дверь. Скрим тоже падает. Апекс они ожидали вторым увидеть через дверь. Ну и здесь команда Envias просто разваливается один по одному. Кенни забирает последнего эксэмэса на машине. И вот то, о чем мы с тобой говорили в рамках карты The Inferno. То, что G2 вообще не отпускает команду Envias. То есть они постоянно наступают им на пятки. И это получается и сейчас. Да, да. С учетом даже если у них какие-то проблемы опять же есть. О которых я только что говорил. Да, местами скромно. Местами что-то не получается. Местами офф тайминги вообще выходят выжившие. И не помогают тем, кто уже умер. Именно на тот момент. То есть нет грамотных разменов. Но все равно G2 Sports понимает, что да, здесь в этом раунде была ошибка. Но ничего страшного. Мы как бы это дело поправим. И это дело они поправляют 4-3. Надо бы тогда взять еще один, чтобы сравнять счет на 4-4. Можнейший раунд для Envy. Happy. Получил уже минус 30 в контакте. Happy, я напоминаю, у нас играет в принципе как на Атаке на Б. Универсальный боец команды Envias. Очень часто он меняет позицию. Но он себе может это позволить как один из самых опытных бойцов этого состава. Envias открывает дверь. У Happy уже есть информация. Я напоминаю, что команда Envias в этом раунде отдала полностью точку А. Есть уклон под Б и Сиксер. Там как раз таки делает минус. Отличная работа сейчас от Envy. И главное не играть слишком агрессивно после этого убийства соперника. И при этом Envy не может найти в себе смелость проверить. Потому что страшно просто отъезжать. Envy снимает шаксаки. Они с моментально на размине на Envy. Envy, посмотрите, посмотрите. Он открывает дверь, но очень медленно. И еще под смог, чтобы закрыть. Но там никого нет. Но дело все в том, что там уже Happy. И когда Envy будет выходить, его Happy будет убивать. И вот этот тайминг Envy все-таки не угадал. Либо раньше, либо уже не надо было. Остается еще Кенни вместе с Апексом. Попытка выхода на точку Б уже неуспешная. Сикс разбирает Апекса. Happy разбирается с Кенни. Хэт трип. Envy все-таки выживает. Потеряли только два девайса в предыдущем раунде. В принципе, неплохая уже экономика. Ну а G2 Esports, если будут закупаться, а не будут закупаться, должны все-таки иметь такое количество денег, то при проигрыше этого раунда у них определенные проблемы появятся. Да, это точно. Надо что-то с этим делать. Потому что Галил, Сизишка опять же, Трикалашникова. Да, флешек достаточно. То есть это, возможно, какая-то такая интересная атака с диссейблом. Куда-нибудь. Либо на бы, не важно. Просто закидан флешками. И чисто на стрельбос. Крим. Вот как... Я не знаю. Опять я могу сказать слово скромности и несобранность. Но прям плохо вот это было сейчас. Отлично. Работа над ошибками. Тут опять же-таки точные поджимы от команды Envias, которые наконец-то сработали. Happy. Минус по базе. Happy-то как раз-таки у нас уже в этом раунде работа с АВП. Остается только Кенни вместе с NBK. Большинство своих тиммейтов очень быстро потеряли, потому что врыв на миду был ключевой позицией, конечно, ключевым моментом вообще этого девятого по счету раунда. И мы посмотрим сейчас, смогут ли Хэппи... Вернее, простите, Кенни вместе с NBK ответить на миде. Если будет подсадка... Ой, уже топнули на самом деле. Тут, если бы был кто-то из игроков защиты близко, то была бы уже исчерпывающая инфа, где же находятся два последних игрока команды G2 Esports. Но Envy тут на самом деле чем удивляет, тем, что они в принципе продолжают своих противников просто пушить. То есть у них были фейлы, но при этом они продолжают гнуть свою линию. Это правильно на самом деле в этой ситуации. Но Кенни неплохо работает. Уже минус 3. 36 кп остается. XMS и XIX против него. На развороте все-таки не успел довернуть вовремя, потому что надо было смотреть в оба прохода сразу, а на затылке глаз пока что у человеков визуальных, виртуальных, прошу прощения, нет. 6-3. Поджим, да, в прошлом раунде был хороший. Но с другой стороны, конечно, стоит еще отметить ошибку команды Envyos, которая в принципе не должна была вот так вот агрессивно действовать на миде после этих всех киллов. То есть нельзя было в принципе отдавать это большинство девайсов, нужно было идти по пути укрепления экономики. А так получается, вы большинство девайсов отдаете, и потом вам может это аукнуться. Я сейчас говорю о команде Envyos. Ну а что будет сейчас, мы увидим, это выход на точку B, когда ничего не получается, только на B, только раш, только выход через смок, возможно даже полетит какая-то флешка в этот самый смок. От Апекса, да, да, флеш полетел от Апекса. Ну, поехали, ослепленные сами, сами по себе, на генератор Бадди забегает, надо снимать XMS'а. И кончаются патроны, ничего не получается у Бадди сейчас, Шокс там одного лишь убивает скрима, но этого мало, и отваливается и Шокс, и НБК, это XMS'а, XR, XR1 фраг, XMS'а, 2 фрага, мертвый скрим, еще 2 фрага. И Envyos практически выходит на победу в первой половине этой карты. Я напоминаю, что G2 выбрали до кэш, выиграли Инферно со счетом 16-12, но сейчас что-то не клеится у состава Кенни и компании. Есть проблемы вновь по деньгам, будут только пистолеты. Опасные пистолеты, возможно, сейчас еще раз себя проявят, но это уже будет еще один, не знаю, какая-то оплевуха команде Envyos, которая очень много уже отдавала подобных раундов, но в этом не согласна, конечно же, есть минус от скрима, который очень уверенно действует против Шокса, здесь главное не получить, потому что Диггл это грязное оружие, особенно на таких расстояниях, но скрим дает как бы лишний шанс своим соперникам, но с другой стороны еще есть классная стрельба. Минус Шокс, Минус Бадди, Сиксер разбирается с Апексом, последний NBK, и где он умрет, конечно же, в двери, потому что он здесь умирает очень часто. Да, но тут он остался один, поэтому без вариантов, кстати, если бы у РПК еще и патроны не закончились, он бы НБК закончил моментально, но НБК еще поживет, я не уверен, что поборется, потому что он зажат со всех сторон, но он, по крайней мере, поживет некоторое время. Я не знаю, что надо делать, надо ставить паузу, потому что вот эти прыжки в коридоре под Б и общая несобранность G2 Sports надо ресетить. Ой, хорошо, надо ресетить, надо сбрасывать, подожди, а еще голова залетит, не залетит голову, мне уж показалось, что прям NBK сейчас на кураже возьмет 2 кила за бесплатно, но взял один за бесплатно. Как же жадно, здесь действовали игроки команды G2 на самом деле, каждый хотел просто убить этого NBK, и в итоге пришли к тому, что потеряли один девайс. Ну, тоже такие вот мини-моменты, которые могут где-то порешать дальше уже. Ну, об этом не будем говорить, есть девайсный раунд сейчас вот обеих команд, AWP от Кенни, которая, в принципе, уже неплохо работала на бусте в одном из раундов. И сейчас мы посмотрим, как Кенни будет пытаться, вот, возможно, даже сначала пресечь, а потом совершить агрессию на мэне. А, возможно, будет та самая агрессия на миде от команды NBK, потому что очень близко находится там скрим вместе с RBK. Это вот, кстати, интересный вариант насчет скрима, который в нычке сейчас находится. Пытается аккуратно и прикрыть себя, и одновременно зачекать крышу, но никто нигде не шумеет, и скрим пока не знает о том, что вот этот господин вообще-то уже спрыгнул, и на самом деле ушел. Возможно, вторичная подсадка какая-нибудь. RBK, кстати говоря, прикрывает скрима, то есть они здесь в Crossfire, в принципе, работают. Позиции идеальные для того, чтобы принимать крышу, но на крыше никого нет. Будет все-таки подсадка скрим, получает в путь себе молотов, тут же вынужден тушить его своим смоком RPK. Не считается, конечно же, в этой позиции он ключ сейчас от этой защиты. Опять же-таки тут нужно сыграть очень уверенно, потому что скрима там не будет отпускать. Есть флешка RPK, все-таки отлетает от апекса скрима, должны прочекать. Тут скрим там еще и делает минус по базе. Это Максим, который он мог предложить в этой ситуации. Ой, откинье просто мог залететь, очень жесткий флик, но все-таки не получается. Хэппи должен отойти, Сиксер его спасает вместе, своим тиммейтам действует. Это минус апекса, ситуация 3 в 3. Кенни, XMS может, может, да, видит, видит Кенни, но уходит страшно, очень страшно против Кенни бороться здесь. И все-таки на B постепенно пошли, открытые B, между прочим. Да, конечно, Хэппи понимает, что что-то здесь не так. Вообще-то надо, наверное, на девятку залезть, но аккуратно. Флэх получает на девятку, ничего не может сделать. Бомба поставлена. У Хэппи интересная позиция. Если, если Шокс вылезет. Да, да, ручка, да, да, в ручку, прям в локоток этот Ахиллесов локоток. Так, Кенни, так и не смог выстрелить. Не смог среагировать на Сиксера, который уже переключился на пистолет. Ворвался, сделал последний минус Сиксер, минус 3. В этом раунде, конечно, первые два были очень важны. Знаете почему, дорогие друзья? Потому что, что первый, что второй минус, в принципе, он спасал своих тиммейтов. То есть АВП здесь, с точки зрения прикрытия, сработало очень круто. Ну и пока НВА смотрится очень импортно. На самом деле, потому что G2 вот как-то вначале навязали какую-то борьбу. Проиграли пистолетный раунд, потом ответили двумя взятыми. Но потом вот такая череда, которая была разбавлена только одним победным от состава Кенни и компании. Ну что ж, очередной важный раунд и уже только калаши и не так уж и много денег. На самом деле, у команды G2 Sports и бомбу не ставят. Ну, ставят, вернее, нечасто ее. Зарабатывают очень мало денег. Ну и, соответственно, нужно как-то выходить из заданного положения. Потому что таким образом НВА могут выйти даже на счет 12-3. Но с другой стороны, НВА дальше будут играть в атаке. Да, да, это правда. И в защите G2, опять же, могут. Тут надо просто подсобраться. Опять же, ну, немножко зарезетить то, что сейчас происходит. Выкинуть из головы то, что было у команды G2. Потому что они так цепляются вот за эти прошлые раунды. Я не знаю, это очень-очень большой вес в их голове сейчас. Лишний хэп снимает Шокса, до этого Шок снимает Сиксера. В итоге РПК должен забирать НБК. НБК просто стоял в углу и умирал. То есть, вот эти состояния надо убирать как можно быстрее. Обычно пауза помогает, но паузы нет. Очень крутое расположение. Сейчас игроков на точке Б. Но скрим ошибается. Апекс забирает Эксэмэса. Ай-яй-яй-яй-яй. Один на хайдшоте, второй на близ дистанции. Просто перед Б-лобби отлетел от соперника. Бомба будет поставлена незамедлительно. И ситуация 3-2. Но довольно-таки битый у нас Апекс. Бадди красный, 6 хп. Но РПК и Хэппи будут идти. Апекс. За каплей находится Хэппи. Попытается его просто прошить. Там закрыт Апекс. Нужна помощь? Нет, ее не будет. Хэппи забирает противника. Уже ситуация 2-2. И уже все неплохо для РПК и Хэппи. Так. Но есть Кенни. Дальше продолжается. В итоге, да, Кенни попытается справиться. И Джет, выигрывает четвертый раунд для себя. Браво. Да, здесь очень остро смотрелся этот момент. На самом деле, после убийства Апекса за капля. Ему было очень тяжело. Он сам себя загнал в такую позицию, на самом деле. Хотя она была неплохая против вентилей. Но не самый лучший тайминг. Его заметил соперник, но и потом прострел от Хэппи. У нас все-таки попытка от команды Энвиас. Но не успешно. И вот так вот Джету могут выходить уже на неплохой счет. Возможно, это вот 5-10 или 9-6. Это уже будет очень круто для состава Шакса. Ну, посмотрим. Ну, давай посмотрим. Потому что надо возвращаться. Возможно, этот раунд помог сбросить то, что происходит. То, что произошло. И немножко аккуратнее. Немножко. Немножко аккуратнее. Немножко более, более уверенно. Но при этом не теряя концентрации. Апекс в подсадке. На бусте, на миду. Пока никуда не лезет. Пытается его скримить из закрытого. Скрим и дисейблит флешкой. Неплохо. Возможно, скрим откинет свою. Нет, не откинет. Отойдет назад. Контроль мида от команды G2 Sports. Она очень часто выходит на эту позицию. Но стоит отметить также справедливости ради того, что много очень теряет своих бойцов. И также сейчас у нас происходит XMS и скрим. Хороший выпад через вентиль и белый ящик. Минус 2. Шокс отвечает на XMS и на точке B. Бадди в спину заходит. По Сиксеру есть действие. Ну и дальше только скрим. Это тот парень, который может остановить своих соперников. Бомбу выбил. Ну и есть также работа от него по НБК, который выходил только сейчас с ангара. Последний Бадди. Он на точке B. Он поставит бомбу. Но дальше будет тяжело. Потому что три бойца будет его загонять со всех сторон. Тяжело будет. Тяжело будет Бадди. Можно пожелать ему удачи на самом деле. Потому что и с Вентрумом, вероятно, будут заходить. И с Хелпы, вероятно, будут заходить. Он пока не знает об этом. Потому что пытается чекнуть коридор. Пытается чекнуть Вентрум. Но он открыт сейчас буквально для трех сторон. И РПК просто его снимает. Даже если бы Бадди здесь убивал. Тогда, возможно, ему бы могли бы быть еще. Но все заканчивается, я бы сказал, даже примитивно в каком-то смысле. 10-4. Последний раунд. Сейчас будем смотреть первой половины. Энвес. Молодцы, на самом деле. Мне очень нравится, как эта команда борется за мидл. То есть она его не отдает. Отдает только на секунд 15-20. Потом есть точечные врывы через вентили. Через белый ящик. Через коннектор. То есть это всегда работает. И всегда застает команду G2 Sports врасплох. То есть у нас нет нормального размера в атаке. И потом уже только выходы какие-то там 3 в 5, 4 в 3. На одну из точек. И всегда это уже похороны для коллектива. Которые играют в атаке. Два калаша. Апекс вместе с Шаксом. Три пистолета. Это набор у G2 на последний раунд. Ну есть Молотовы. Есть варианты поотсекать. Есть варианты позабегать. Как раз B вообще-то хороший вариант для этого. Молотов на девяточку. Смог на хелпу. На винтрум каплю прочекать не забыть. Еще посмотреть. Генератор посмотреть не забыть. Бадди. Нормально вообще на мусоре здесь работает. Но скрим его снимает. Правда с девятки как раз. Которая вообще-то отсечена не была. Насколько я понимаю. Кенни снимает эксэмэса. НБК. Хороший хэдшот на девятку. Вот наконец-то отсекли девятку. Но опять же потеряли просто своего человека. Зачем? Ну и теперь ретейк представляется практически невозможным. Учитывая то, что бомба будет поставлена. Учитывая то, что позиции уже будут хорошие у игроков команды G2. И ты не можешь вообще вот как-то повлиять на то, уйдет ли кто-то из игроков атаки с плента или нет. То есть они просто отходят. Они занимают место под девяткой в вентилях на лобби. Ну и соответственно на дефолте остается Шокс. Который будет работать. Апекс. Забирает хэппи. Не отпускает у нас Шокс РПК. Кенни забирает последнего. 10-5. И как я уже сказал, это очень даже комфортный счет для команды G2. Особенно если они возьмут хотя бы одну пистолетку в рамках этого Бастов 3. Да, надо бы попробовать. Но против хэппи до скрима, наверное, будет не так просто на пистолетах. Но в любом случае, как Инканис уже заметил, G2 в защите на кэше это интересная вещь. Потому что НБК показывает интересные вещи. И НВС не обязательно зачекывает все позиции. Все бусты на точке А. Там все позиции около тройки, куба и так далее. Например. Просто например. Опять же, на миду могут работать за белым. Ребята достаточно успешно из команды G2. Я не думаю, что Бадди будет какими-то особенными здесь вещами заниматься. Кстати говоря, да, вот хочется сказать. Я думаю, что какие-то дефолтные вещи от G2 будут на данный момент. И вообще-то я бы ожидал чего-то в районе 8. 8-11, наверное, в самое ближайшее время. Посмотрим, как уж они сыграют свой пистолетный раунд. Потому что было у нас очень много моментов, когда команда G2 в рамках этих самых раундов ввела. Но потом просто отдавала свое преимущество. Вот что-то как-то у них не получается. Хотя бывает наоборот. Просто в команде есть очень сильные аимеры, исполнители. То есть тот же самый Шокс, тот же самый Бадди, Апекс, Кенни, которые на пистолетах очень сильны. Но пока в этом плане, конечно, Энви лучше. Однозначно, на все 100% даже, я бы сказал. И в целом у нас получается очень неплохая встреча. Учитывая то, что это полуфинал, ребята. Закрытые квалификации Найс Элван, Нью-Йорк. Турнир, который пойдет в следующем месяце. 250 тысяч долларов. 8 команд будет сражаться за этот призовой фонд. И среди них, конечно, будет команда Натус Финсера. И это будет очень интересно. Да, в новом составе. Но мы в любом случае Нави скоро увидим. Уже на следующей неделе, если я не ошибаюсь. Это будет у нас уже старт шестого сезона ESL Pro League. И это будет очень интересно. Посмотреть за тем, как эта команда будет выступать на первых кругах как раз-таки этого турнира. Ну а дальше DreamHack Malmo и тот самый ESL One Нью-Йорк. Поехали смотреть второй пистолетный раунд. Ну, 5-10. Ну, может быть, G2 сейчас что-то покажут. Давайте посмотрим. Оставит ли один плент или будут играть и три тейка на А. Да, к примеру, тоже, да. Оставит одного на Б и от ретейка на А. То есть такие варианты. Например. Или нет. Смотрите, Шокс уже бежит на позиции. Уже на тройку бежит. И его будет здесь Бадди закрывать. На УК-90. Самый ключевой игрок в этом пистолетном раунде, если говорить о команде G2, это НБК, который поджимает сейчас точку Б, собирает инфу. И дальше вряд ли будет идти, потому что не было инфы как раз-таки по террористам. НБК зайдет в токсик. Вот очень часто именно таким образом действует команда G2. И тут вопрос, смотрели ли демки? НБС как раз-таки как их соотечественники играет на карте ДКШ в пистолетных раундах в защите. Потому что очень часто именно таким образом G2 начинают. Ну, не пойдет дальше НБК, пока постоит. Его, правда, РПК может и принять, если он пойдет куда-нибудь на T-Spawn. И РПК не сходит со своего места. Вот, наконец-то, сходит со своего места. Идет уже ближе к своим, потому что, возможно, атака... Кстати говоря, бомба перетягивается. О, а здесь от НБК будет много чего зависеть. Ну-ка, важный момент. Невероятно важный момент. Мы концентрируем внимание именно на Натане. Не чекает у нас РПК эту позицию. Натан! Какой фэлл? Все-таки забывает РПК. Дальше идет Сиксер и убивает его. Но вот размер не самый лучший. На самом деле, уже для защиты. Еще Кенни получил по голове. Хэппи тоже красный. Выход у нас продолжается на точку B. Кенни тоже отлетает. У нас от XMS'а Шокс только один минус. И тут же ликвидирован был Дэн Апекс. Это Сиксер, который не промахнулся по сопернику. 2 в 3. Не дефузов. Только первые арморы Бадди и Шокс. Шокс на девятке. Надо что-то делать. Пытается Бадди с хелпы помочь, но сложно. Ну, вот здесь вот прям реально сложно. Так, Шокс видит плечика Сиксера. Но только лишь плечико среагировать. Он не успел хотя бы пострелять голову Сиксера. На удержание, естественно, Сиксер работает. Пытается сражать в кроссфайре. А теперь Сиксера выманить оттуда. Ну-ну-ну-ну-ну. Ох, как хорошо. В итоге Сиксер снимает Шокса в голову. Остается лишь одно тело. Живое. Нет, не живое. Ой, ну тут, конечно, не повезло. НБК, на самом деле, друзья. Но вы сами были, наверное, в таких ситуациях, когда вот вас не чекают в какой-то позиции, противник, но начинает прыгать. И насколько тяжело там его забрать. То есть или топить, или пытаться выцепить просто в голову, что и пытался как раз-таки сделать у нас НБК. Но не получилось сразу. То есть он очень много времени потерял на НБК. Да, забрал. Но тут же был размен от атаки. Открытая точка Б. И уже ничего ты тут не поделаешь. А еще и красный Кенни, который был на девятке, ну, никого там не смог нормально забрать. Ну, как бы даже хотя бы надымажить. Ну, и было тяжело, конечно, выигрывать этот раунд в G2 Sports. Особенно после вот потери НБК. Вновь пистолетный раунд для Энвес. 4-0 пока что. Ну, не должны все-таки они здесь фейлить, как на Инферно. Счет хороший. Счет позволяет не фейлить, как на Инферно. Три гангстера с XR Happy RPK будут здесь на А-планте делать Run and Gun. А в то же самое время господин Шаксевич вообще-то готов принимать Хэппи, который напротив, около двери стоит, но ничего не делает и ждет команды от своих же, когда открывать, когда под флешку врываться. Пока под флешку не врываться. Скрим в то же самое время немножко пошумел, насколько я понимаю, на Б и отходит уже на А. Там Бадзи неплохо откидывает гранаты, летит Молотов на Ква, а также НБК уже горит синим пламенем. Бадзи через дефолт пытается действовать СЗшка. Тут выход от RPK абсолютно слепущий. Отлетает у нас игрок команды Энвес. Но дальше работает Хэппи вместе с Иксера. А Эксэмэ через флешок находит голову НБК. Апекс вместе с Шаксом. 2 в 4, Шакс неплохо действует, еще идет на дефолт, забирает еще одного соперника. Не считай мы! Эпик красный, господи, сихся тоже полетали! 1 минус от Шакса, это просто минус 4 с одной позиции. За флэнтом выход и просто уничтожение команды Энвес, который в очередной разофилил на таком важном раунде. Вот это браво. Я с Шакса вообще не слезал сейчас на Апсе. Абсолютно не слезал, потому что он очень рисковал, находясь в этом смоке на Мэйне, вот здесь. Вот, вот этот, по-моему, наверное, этот смок есть. Вот здесь. И он вот здесь, вот так вот он прошел, вот так вот, вот так вот он прошел, посидел, абсолютно нечитаемый, пошел дальше и просто развалил кабинеты. Просто развалил кабинеты. Ну ждали мы такого Шакса, согласитесь, дорогие друзья. Давно уже не показывал он нам, особенно если брать только в рамки этот матчап, этот Best of 3. Таких вот моментов, конечно. Это что-то невероятное было только что от него. Но это король точки А на карте TheCash. Посмотрите, сколько было подобных хайлайтов и от него. Конечно, был у нас и Форест, и Нико Дигл тоже, мы все помним. Но вот Шокс очень много такого делает. Много такой грязи. Много убийств. И много крови своих соперников здесь оставляет. Так что будем смотреть, как НВС вновь после проигрыша подобного раунда будут подниматься с колен, потому что их постоянно G2 в эту позицию ставят. Нагоняют. Да-да-да-да-да-да. Постоянно по лицу. По лицу по щечину. И проверяют на прочность. Эта прочность когда-нибудь может вообще-то надломиться. С Иксер снимает Кейни Шраба. Но не в этот раз для Кейни на самом деле. Здесь вот ломается немножко прочность от G2. Ну что ж, и Мидл занят командой НВС. Есть свобода идти на B. Есть свобода... Нет, пока не особо, кстати, свобода идти на A, потому что Шокс в поджиме. Да, это очень интересная позиция от этого парня. Имеет НВС у себя в активе контроль МИДа на карте. Ну и можно выйти, во всяком случае, попытаться на точку B, где действуют два бойца. Это Апекс вместе с НБК. Полетели фрешки неплохие против атаки. Апекс и НБК. Два хэдшота. Без ответа пока что. Сиксер на вентилях отлетает от НБК. Просто смерть высоты. И, соответственно, Апекс остается здесь с одним хп на хэдшоте. Но это уже неважно, потому что Шокс заходит в спину и фармит своих оппонентов. Зарабатывает 1200. Завозит сейчас деньги для своей команды. 7-11. И НВС ошибается. Они попали в капкан. Соответственно, с него было очень тяжело выйти, учитывая то, что очень круто работала команда G2 по гранатам в первую очередь. Да, Шокс, конечно, был здесь хорош. И по гранатам в первую очередь. И на девятке. НБК, по-моему, находился. И по ножкам оппонента стрелял. Грамотную позицию сам занимал. Грамотно стрелял. По вектору прицел хорошо держал. Здорово. Вот прям очень хочется похвалить в этом случае. Все контролируемо. Все было сделано здорово. НБК, Эксэмэса примет? Примет Эксэмэс. Конечно, Эрпикея примет. Здесь у нас в подсадке Кенниес. В то же самое время снимает все-таки хэппи. НБК заканчивается Эрпикеем. Принимает. В итоге даблкил для него, для Кенниеса. Еще один. Остается Сиксер, остается Скрим. Да, у них только пистолеты. Да, им невероятно тяжело сейчас будет работать. Да, Скрим все еще на бусте находится. То есть, он здесь один. Если немножко, чуть-чуть подольше посидит, он может найти тайминг на Кенни Шираба как раз-таки. Но, да, видит Кенни. Хорошо выходит. Пытается. Попал. Но не голова. И не попал опять. Но надо загнать на Сименте. Надо загнать. И 10 хэппи. Получается. Все хорошо. Да, все-таки забрали у нас Кенни. Дальше работа от Апекса. Вновь 1 хэпп у Апекса. Второй раунд подряд. Спасается все-таки бегством от Сиксера, которого встречает уже с накрытым столом НБК. 8-11. Три раунда преимущества команды Энвиас. И здесь нужно под ноль просто закупаться. Сиксер решает, купить ли АВП без армора или все-таки АК. Есть АК, есть раскидка. И нужны какие-то уже тактики. Нужны какие-то фейки. Фейков у нас, кстати, мало в этом бы 103 было. Да, да. Действительно мало. Просто обычно ждут и идут. И раскидон сразу, и идут, например, на точку. Никаких фейковых гранат. Ничего такого. Люркера, может быть, запускают на точку, да, чтобы прозондировать почву, там, посмотреть, что вообще происходит. Но, Саша, я здесь прав. Что-то как-то без обмана. Все честно сегодня. Да, пока что прямолинейные у нас, ребята. В первом BO3 сегодняшнего дня. Всего будет у нас три. У нас под фейшку врывается. РПГ очень круто. Врывается НБК Апекса. Но это танк, ребята, который очень часто заезжает. Как раз-таки подобным образом. Сначала в Вентрум. Потом у нас идет выход через один из, как раз-таки, опять же, такие направления на точку B. Ну и, соответственно, тут очень часто вот можно даже целый мувик, наверное, скомпонировать, чтобы вот показать, насколько РПГ жестко врывается. Это, конечно же, проявление танка. Очередное. 5 на 3 идет агрессия от команды G2S5. Но им нужно этим заниматься, учитывая то, что они очень много теряют хэп и все-таки встречают. У нас Аксав Мэйни остается только Кенни и Бадди, которым Кро-Визнесу просто нужно сейвить эти девайсы. Да, ну и тем самым временем те самые 8.11, о которых я говорил, мягко превращаются в 8.12 и Бадди бы выжить. Убивает Хэппи, выживает сам. Неплохо. Прям неплохо. Но дело все в том, что если РПК найдет себе смелость помочь Сиксеру с другой стороны... Ага, есть известная позиция. Да, и продвигается номер 7. Смотрите, РПК. Нужно загонять. Нужно загонять, потому что деньги есть, нужно просто терять голову и убивать своих соперников. Получается. Минус Кенни, минус Бадди. И да, под гусеницу танка попали у нас 4 игрока команды G2 Esports. Ну и здесь уже вопросы G2, как они будут дальше действовать. Деньги есть, но будет ли от них вот какая-то вот еще точная агрессия? Потому что мы видели команду Envers, которая, да, какой-то раунд там проиграла, 2 раунда проиграла, но все еще продолжала просто нахрапом пытаться брать раунды. И у них это получалось. А как будет команда G2 действовать в такой ситуации? Слушай, ну посмотрим. Надо, надо все-таки, да, как-то браться, потому что 8.12 это уже не шибко и комфортно, на самом деле. С этим все равно можно работать. Шокс в поджиме на Миду. Ой, хорошо, но XMS его все-таки снимает. Шокс рисковал, на самом деле. То есть, может быть бы как-то XMS бы прочекал, но не зачекал в итоге, смотрел насквозь. А как бы все, все смотреть одновременно не получится. Идея была хороша, но слишком агрессивно, пожалуй. NBK, насколько крутую работу выполняет для своей команды. В очередной раз, даже после минуса где-то, на миде, на точке А поджимается точка Б. Тут же делается какое-то убийство от Натана. И, конечно же, это помогает команде быть на плаву. Есть также минус у нас от Бадзи, который успел ликвидировать Ави Чика. Ну что ж, скрим на размине. Кюни, работа с АВП через дефолт. Два минуса по скриму и хэппи. Остается только Сиксер. И у него есть путь, в принципе, как на А, так и на Б. Но он ближе к А находится. Так что выбирает только это направление. Выбирает действительно А, хотя варианты на Б топануть-то на самом деле есть. Но с Иксером не будет. Прострел? Возможный прострел? Или просто ожидание? Ну, Кенни уже смотрит на самом деле в сторону двери. Хотя Кенни смотрит и сейчас во все стороны, как мы видим. Сейв около двери. Что будет делать с Иксером? Нужно сейвить, учитывая то, что денег нет вообще у атаки. То есть это АВП может дальше помочь коллективу Энверс. Но выходить ни в коем случае нельзя. Тут пытаться как-то поставить бомбу. Это было бы очень неразумно от Иксера. Ну и стоит отметить также, что G2, в принципе, тоже не особо активно ищет своего оппонента. Только вот Апекс поджал точку Б. Ну и, соответственно, дальше не особо там шибко пытается найти. Потому что... Ну что-то у меня резко пропал Александр. Вдруг... Вот. Вот сейчас должен появиться. Да, должен появиться. Должен появиться. Я задал сам себе и нашим зрителям вопрос. Как же сейчас Сиксер будет пытаться стараться спасать свою команду, имея АВП в руках? И вот мы как раз посмотрим. Потому что лишь пистолеты есть у команды Энверс и то самое засейвленное АВП. Опять же, на Инферно были такие моменты, да? То есть лишний засейвленный девайс может сыграть хорошие штуки для своей команды. Плохие шутки для команды противника. Тем самым временем пока что 9.12. G2 и спортс кое-как стараются возвращаться. У них местами кое-что получается. Это важно понимать. Бадди, вот этот вот буст мне очень был интересен от команды G2 сейчас. И вопрос, зачекает Энверс или нет? Потому что раньше у них были моменты, что нет. И вот XMS нет. То есть нет. Вот нет, серьезно. Просто... Ах, боже мой. Бадди на пусте. Есть инфау скрема, который уже с АК-47, ребята. Есть работа. Хедшот. Бадди тут же отлетает. Ну и дальше выход на Шакса, который пытается на всем фронтам. Тут действовать. И это получается, потому что Кенни ему тоже помогает, ребята. Тут вместе, конечно, очень круто действует команда G2. Но есть минус от Сиксера. И RPK выходит на пустой бэкнет. Но насколько ценен этот выход, учитывая то, что бомбу потеряли-то у нас уже игроки команды Энверс на точке B. Вернее, на А. Но и RPK тут с B никак не сработал. Кенни забирает последнего противника. Это минус 3 от Шраба. Ну и, соответственно, уже не такое уж и преимущество для команды Энверс. Учитывая то, что денег на этот раунд тоже нет. Нужно еще раз сливать или покупать пистолеты и арморы и пытаться куда-то вместе выйти. Ну посмотрим. Посмотрим. Ну вот это вот подсадка. Вот она. Вот эта подсадка. И Энверс имеют с этой подсадкой проблемы. Имели проблемы N месяцев назад. Имеют проблемы сейчас. Я не знаю, будут ли иметь проблемы N месяцев вперед, но... Вот она мне была интересна. Она заиграла. Да, это, наверное, редкая вещь, которую нельзя и не стоит использовать часто. Но при этом вот один раз есть. Через несколько раундов можно попробовать еще разок, например. То есть не сразу сейчас. А сейчас можно как раз туда не садиться, чтобы Энверс теперь чекали эту позицию, постоянно нервничая. А кто там на бусте в угле 90 около A-мейна, да? Есть ли там кто-то или нет? И таким образом с красного ящика, например, принимать своих оппонентов. Ну как вариант, опять же. То есть такие моменты. 10-12 в то же время. Очередная попытка все-таки уйти в еще больший отрыв в команде Энверс. И возможно даже выйти, перевести вернее, это бестов 3 на третью карту, которая у нас будет Cobblestone. Я бы посмотрел, на самом деле, в исполнении этих команд данную арену. Но тут все в руках, конечно же, Энверс. Потому что именно они больше ошибаются. И их за это наказывает G2. Потому что и на Инферно, и здесь Энверс... Ну здесь они имеют сейчас это самое преимущество. Но и на Инферно была подобная картина. Скрим, неплохо. Выпад через мейн. Минус Кенни, который был на кваде. И тут уже что-то интересное может намечаться на данной позиции. Баде принимает соперников. НБК не отпускает РПК. Баде работает вместе с Шаксом. Минус Крим, минус Хэппи. Сиксер и Эксэмэс. Апекс. Примет. Без вариантов. То есть просто в тайминг очень красиво и хорошо. Баде... Ну здесь Баде тяжело. Помочь бы Баде на самом деле. Потому что Баде может вообще-то умереть от Эксэмэса. Идут помогать. Все хорошо. Да. И Баде будет завершать. Да. Будет завершать. И выживает сам. Что важно. Сохраняет три граната. Это дорого. Зажигалку покупать, например, для контртеррористов. Это реально дорого. Перекидывает девайсы. У него есть еще денежка. Это М4А4. Для сего господина. Флешку вторую еще можно взять. Наверное. А, смотри. Не М4А4, между прочим. Он выбирает себе СМГ. Да. Почему бы и нет. Может сработать. Учитывая то, что Баде может у нас врываться в дверь. И с этим девайсом, еще и учитывая то, что Шокс помогает, то можно на дворе делов. Хэппи идет как раз таки в ту самую дверь. Это очень часто происходит. Баде первый врыв. И есть размен. Неплохо сработал Хэппи. Хотя мог двоих тут забрать без проблем. Но вот Шокс был слишком быстро в этом размене. Соответственно, 4 на 4 первый контакт произошел на карте. Ну и здесь какое решение от команды? НВАС будет подсадка на миде. Это скрим. Ни в коем случае сейчас нельзя G2 играть. Там агрессивно. Возможно, стоит даже мидл отдать. Ну и NBK играет с огнем, на самом деле, по точке Б. Смог просто спрейл калаши. Ну нельзя таким заниматься, учитывая то, что вот калаш всегда отвечает. И какой-то шальной хэдшот, и все. Ты уже пал. Шокс возвращает. Да, да, возвращает в итоге равный счет по живой силе. Шокс рискует сейчас, но очень интересная позиция. Но не успевает среагировать на XMS. Так и думаю, что прицел, на самом деле, далековато переводить. То есть могли бы быть возможности, но просто не получилось. Апекс с Кенни Шрабом остаются вдвоем. И очень интересные вещи от XMS на самом деле. Но Апекс был, в общем-то, готов к этому. Вот это забавно. РПК от Кенни отлетает. И вроде как бы и возможный раунд для команды NVAS превращается в не особо возможный раунд для команды NVAS пока что. Ну, Сиксер будет в этом клатче. Бомба устанавливается. Кенни красный. 8 хп с АВП. 46 от Апекса. Ну и тут очень важно сыграть вместе игрокам команды. J2 и Сиксер. Врыв под флешку на хайвай. А там уже Кенни, который был готов. Забирает противника. Прицел снайперской винтовки. Очень легкую тут просто было разобраться с этим Сиксером, который выходил еще и под шифтом. Или коротким стрейфом. Ну и, соответственно, это уже 12-12. Временная ничья. Но уверенность на стороне команды J2. Топ фрагер на сервере. Господин Кенни Шраб, дорогие друзья. Вот он. Вот он 25. И ни у кого больше столько нет. 25 это важно. 25 это хорошо. Шокс, правда, очень сильно помогает своей команде. Имеет, в общем и целом, большее количество просто банальнейших очков. Находится повыше, но фрагов у него поменьше. Скрим начинает шить миддл. Как я понимаю, ни по кому попасть не должен по Шоксу. 6 хп. Ну, немножко, но ладно. Очень медленное начало этого раунда от команды Envias. Они ожидают агрессию. Скрим. Находят на биде все-таки соперника. Это был Шокс на белом ящике. Кенни тут же не отпускает. Адиля. Размен равный. И Кенни через вентиляцию попытается уйти на точку боя. Его RPK отпускают. Но Кенни тоже будет выходить. Но он тоже может неплохо танковать. Нет, это один танк. Как раз таки по направлению Кенни. И Апекс пытается все-таки сделать что-то. Но не получается. НБК только одного RPK забирает. Но теряет поддержку от Бадзи. Ну и, соответственно, уже остается один-одинешник. Это, возможно, раунд для команды Envias. Но должно уже так быть. Должно бы быть. Да-да, конечно, конечно, должно бы быть. НБК не слышал, как убегал противник. Посмотрел, конечно, в сторону машины хелпы на А. Но понимает, что они могут собраться. Envias могут собраться в звено из трех человек. Пойти на Б. Но нет. Это именно А. Да, бомба поставлена. И НБК просто пытается зачекать разные проходы с разных сторон. При этом закрывая себя попеременно то от одной. По одному вектору атаки. Да, и закрывая по второму вектору атаки. То есть вот здесь вот господин стоит. И либо смотрит сюда. Вот, точнее, не так. Вот отсюда, чтобы здесь его не стреляли. Либо, наоборот, смотрит сюда, чтобы здесь его не стреляли. То есть, в принципе, все правильно. И вот как раз идут его стрелять. Приблизительно на одинаковых таймингах. Но XMS не успевает. Но XMS успевает в то же время. Ну, тут хорошая работа на миде от команды Envies. То есть, да, очень часто эти ребята подсаживались. Очень часто там скрим находил минус. Но тут, конечно, удалось очень круто зонировать своих оппонентов. Ну и потом, конечно, отпустили Кенни. И Кенни сам попытался агрессивно сыграть. Это, в принципе, могло бы увенчаться успехом. Но тут случился RPK. В очередной раз выход на точку B. Два минуса от этого парня. Ну и как сейчас будет отвечать G2? Имея АВП от Кенни. МК от Апекса. Два пистолета Бадди НБК. Фармган от Шокса. Не самый лучший набор, чтобы воевать против калашей АВП. Это точно. Это точно. Ну, тем более Шокс еще на Миду и с СМГшкой. MP9. Ну, вот туда-сюда. Да, понятно, что прыгает. Пофиксили, кстати говоря, между прочим, вот эти вот прыжки. Поэтому Шокс теперь честно прыгает. У нас сегодня без фейков и без нечестных приемов. Давайте так. У нас интересное расположение игроков на точке B. Я говорю сейчас о защите. То есть на чек играет товарищ НБК Апекс. Если что, будет сразу же выходить, помогать. Его вот в такой позиции слишком агрессивной. РПК может и не ожидать, на самом деле. И, возможно, даже здесь будет очаг сражения. Самый важный в этом раунде. НБК. На чек вновь действует. Полетел первый СМГ. Флешка для Апекса. Будет ли Апекс рваться? Да, Апекс пошел. И забрал только одного Сиксера. РПК на размене. Ну, не самая лучшая флешка, на самом деле. НБК. НБК. Важно, 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 важно терпеть, терпеть, сидеть. Сидеть, терпеть. Сидеть, терпеть. И начинает поджимать. Вот это вот кровь бурлит. Он, конечно, берет пушечку. Пушечка ему помогает. М4А1С, дорогие друзья. Работает сия винтовка. СМГ. Но, конечно, через коридор будут тебя простреливать, дорогой друг. Ну, а что он ожидал-то? Ну, серьезно. Надо было СМГ откинуть и немножко отойти назад. Сразу же. Шокс на девятке слышит передвижение соперников под собой. Это РПК вместе с Эксэмэсом, который проходит вместе на плент. Ой, как же круто, на самом деле, забайтили его РПК. Не выпускает соперника Хэппи, Ликвидерал Кэниэса и последний Бадди. 41 хп. И нужно просто носить ноги, уносить это АВП. Потому что в следующем раунде у команды G2 не будет денег вообще. И здесь, конечно, ну, небольшая, но ошибка НБК. Потому что вот этот СМГ, выход перед тем, как он взорвется, это однозначно минус. Да, тяжко. Тяжко, конечно. Ну, сейвить надо. Он, кстати говоря, движется по интересному пути и проживет некоторое количество времени. Единственная проблема, что надо текать в Бадди в ближайшее время, возможно. Закрывает имейн, да, естественно, стоило бы закрыться сейчас. И все равно буду дожимать. И вот прострел. Да, да, и прострел. Ммм, плохо, грустно, обидно и больно для господина, для телесного господина. 12-14, Энвиас в шаге от Коблстолана в шаге, на самом деле. Да, два шага. Остается команде Энвиас, чтобы забрать вражеский пик. Им на эту карту выбирали G2 Esports в рамках данного Best of 3. Напоминаю, что это полуфинал, дорогие друзья. Закрытая квалификация на SL One New York. Для вас работают Лису Майл и Энканис. Ну и здесь самое интересное только вот начинается. Потому что G2 вот этими пистолетами и тем, что они особо там ничего не покупали, говорят о том, что отдают по сути 15-е и там дальше уже будут пытаться выйти на допы. Хотя тут, когда у команды G2 пистолеты, нельзя ничего загадывать. Потому что у нас 4 раунда, если даже не 5. Команда Энвиас пистолетом проигрывала, имея девайсы на руках. Да уж, были такие вещи. XMS за белым грузовиком стоит, пытаясь просматривать возможные поджимы. Но возможных поджимов нет на данный момент. И более или менее, опять же, команда G2 играет на приблизительно стандартных позициях. Правда, позицию Kenny я бы здесь на цементе не особо стандартной бы назвал. Потому что она не убегаемая, в общем и целом. То есть это большой риск. Она может сыграть, может не сыграть. Но он в любом случае с пистолетом. Kenny сам понимает, что вообще без вариантов. То есть я сижу здесь и молюсь о том, чтобы ко мне кто-то пришел и меня не заметил. Ну и от NBK, как обычно, зависит просто безумное количество вещей сейчас. Потому что он один, единственный. Так, попытались прошить этот угол NBK. Пропускать соперников на точку. В этот XMS должен отлетать. В этом 150-е в работе NBK нет ни забрать скрима. Тут три минуса от Happy и RPK. Apex только одним запомнился. Happy ликвидировал Шакса, последний Apex. Хотя все смотрелось очень даже перспективно после минуса от NBK. Если бы он еще и скрима забрал, возможно, были бы проблемы сейчас. Да, да, да. Вот NBK надо, надо было бы, наверное, второго. Но там ему в лесо просто выставляли ствол. И здесь с этим работать вообще сложно. Может быть, стоило пропустить двоих дальше на плент. То есть подождать еще, наверное, миллисекунд 850, например, да? То есть почти секунду целую. И, возможно, получилось бы убить двоих. Но его все равно бы в 90-м углу принимали. То есть такой вариант. Но понял, что вообще-то могу отъехать прямо сейчас и буду стрелять прямо сейчас. Тоже это выбор человека. То есть здесь как бы вариантов особо не было, судя по всему. Шокс, за погрузчиком. Готов принимать дверь. А у двери уже хэппи. Смотрим, возможно, последний раунд в рамках этой карты The Cache. G2 Sports. Нужно три забирать, чтобы мы увидели дополнительные раунды. Я бы хотел их посмотреть, как я бы хотел посмотреть карту Кубулстон. Посмотрим, на самом деле, будет ли работа от Сиксера в первую очередь. АВП в атаке к этим ребятам, которые как раз-таки берут снайперские винтовки в атаке. Больше всего вопросов, как они сыграют. Сиксер пока что отвечает за возможную агрессию своих оппонентов под точкой B. Там находятся два игрока Apex вместе с NBK. Замедел, отвечает только один Кеннис. Ему ни в коем случае нельзя терять эту позицию. Да и никто к нему не пытается куда-то выйти. Мы там видим, куда передвигается команда NB. Это точка B. Здесь все решится. Ну и посмотрим. Потому что надо B принимать и вдвоем. Вдвоем будут B принимать. Но вот начинаются, соответственно, забеги. Забегает команда NBAS прямо на плент. Тяжело им здесь, конечно, работать. Но, может быть, Apex все-таки сможет. И с NBK Apex может. Убирают RBK, RBK убирают XMS. А Сиксер, правда, разменивает Кеннис Шрабл моментально. И ребята с бомбой отходят назад, понимая, что на B путь заказан. Можно попробовать A. И все-таки Шокса на таймингах ловит с Хайвея. Это на самом деле проблема. Но есть Бадди, который будет встречать. Тут Хэппи отворачивается. Зачем Хэппи? Тут забирает Бадди. И уже провал от команды G2. Apex вместе с NBK остается в меньшинстве. Идет выход через Сити. Тут только один Хэппи держит всех своих соперников на данной позиции. Флешка летит прямо в лицо. Apex отлетает. NBK тут же отвечает. Ситуация 1 на 2. Янатана Шмидта замечает Сиксера на мейне. И Скрим на пленте нужно разыгрывать. Еще и бомба стоит. Я напоминаю, что нет диффуза у NBK. 1 на 2. Клач ситуация для сего господина. И ему будет тяжеловато. Пытается нашить по Скриму не получается. Понимает, что Скрим может находиться везде. Но Скрим играет от смока просто. И NBK еще и пошумел. И он продолжает шуметь. И понимает, где находится Сиксер. Но не понимает, где находится Скрим. Его зажимает в Кроссфайр. Сейчас не зажимает. Он находится уже за кубом. NBK просто какие-то... Такой балет вот сейчас был. Серьезно. Но справились. Потерял у нас NBK много времени. В любом случае, бомба уже очень сильно тикала. Ну, даже если бы убивала одного соперника, то второй, наверное, бы сразу же вышел на размен. Тут неважно уже на самом деле, какие размены. Бомба бы не раздиффузила. Все-таки это ответ от команды Envers на карте кэш. Молодцы. Молодцы. Мы будем смотреть Кобли с Тони в самое ближайшее время. И вот там вообще-то будет довольно интересно, кто бы смог победить. Потому что вообще-то у Envers там будут довольно серьезные шансы, на мой личный взгляд. Хотя загадывать наперед не стоит. Александр Полищук. Он же НК не с вами сегодня, дорогие друзья. Евгений, также Слип Самуэл Слипчик. С вами сегодня, дорогие друзья. Никуда не переключайтесь, никуда не отходите. Оставайтесь с нами.